Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об универсале 4 единицы плюс D. Это универсал для SAT-овских и DVB-T2 приставок. Поехали! Итак, что же в нем интересного? Первое, это то, что он совмещает коды и для DVB-T2 приставок, и для приставок типа SAT. Открываем его, достаем всей чудный пульт и находим сам пульт, соответственно, и инструкцию. Инструкция делится на две части. Это цветной лист-вкладыш с тонной пультов. Он действительно облегчает поиск, если возможно найти ваш пульт здесь по фотографии, вам будет значительно легче ввести код и, в принципе, не тратить лишнее время. А также это инструкция, кстати говоря, на трех языках. Ну, английский, понятно, русский, ладно, и арабский. Ну, ладно. В инструкции можно детально узнать, как его настраивать, но нам сейчас не понадобится, потому что мы с вами будем разбираться в этом самостоятельно. Поехали! Итак, что очень примечательно. Этот пульт имеет маленький ТВ-блок. Сам блок настраивается очень и очень просто. Зажимается кнопочка Power и удерживается. Непосредственно через буквально 5-7 секунд вверху индикатор начинает мигать. То есть мы удерживаем, а на телевизоре должна появиться отметочка громкости. Как только она появляется, просто убираем руку и, соответственно, индикатор гаснет. Таким образом можно настроить сам ТВ-блок. Но у нас-то пульт универсальный и он для тюнеров. Давайте узнаем, как настроить именно тюнер. Попробуем сначала разобраться с методом ручного ввода кода. Что необходимо сделать? Ну, для начала ознакомиться вот с этой великолепнейшей табличкой и здесь найти свой пульт. Итак, это у нас сегодня будет RS-101 Humax. В этой табличке мы видим трехзначный код. Для того, чтобы его ввести, необходимо зажать одновременно кнопочку Set и кнопочку Power. Загорается индикатор и мы вводим необходимый код. В нашем случае это 300. Раз, два, три. По нажатию в третий раз данной кнопочки у нас сгаснет индикатор. Соответственно, пульт настроен. Необходимо потестировать весь функционал и, соответственно, пользоваться. Если же здесь вы не смогли найти свой пульт, а это, в принципе, действительно немного сложно, или не хотите заморачиваться, то мы просто-напросто приходим к методу автопоиска. Для этого необходимо зажать кнопочку Set и удерживать. Наш индикатор загорается, отпускаем кнопочку и каждый раз ваш пульт начинает мигать при выдаче определенного кода. Как только на экране вашего телевизора вы увидели изображение выключения звука, сам значок, необходимо нажать кнопочку Set и настройка завершена. Проверяем весь функционал, если вдруг код не подошел или подошел частично, выполняем это действие несколько раз до, соответственно, того, как вы найдете необходимый вам код. Но сам пульт имеет некоторый секрет, о котором знают не все, хотя в инструкции об этом, конечно же, написано. Можно найти необходимый код просто-напросто по бренду. Берем инструкцию, мы возвращаемся к ней и смотрим на способ поиска марки методом точки-точки. В общем-то, название, конечно, странное, но непосредственно действенное. Сам пульт имеет 10 цифровых кнопок от 0 до 9. Соответственно, на каждую цифру привязана какая-то марка, то есть какой-то бренд. Для того, чтобы найти ваш бренд, вам необходимо взглянуть в инструкцию. И мы видим, что таким образом можно найти Starsat, Starcom, Technosat, EchoStar, TopFile, TopOpenBox, SuperMax, Strong, HighVision и Humax. В нашем случае это был Humax, мы к нему и вернемся. Нажимаем кнопочку 0 и удерживаем. Непосредственно индикатор начинает мигать. Мы удерживаем кнопку, не отпускаем. И на каждое его, скажем, мигание, он снова выдает код. Как только на экране у вас появляется значок выключения звука, отпускаем кнопочку и ваш пульт настроен. Плюсом этого метода поиска является то, что при автопоиске обычном вы прогоняете все коды всех брендов, а при подобном методе вы нажимаете кнопку бренда и прогоняете только коды бренда, необходимого соответственно вам. С вами была Эльвина и универсал RMSAT 4 единицы плюс D. Пока! Продолжение следует...